Hola amigos! И на фоне инновационных решений по контейнерам в славном городе Нью-Йорк всех, конечно, парит вопрос, а чье же семейство получило эксклюзив на производство всего без преувеличения чудо-инженерной мысли, что отныне и в Обизон должны американцы закупать и утыкивать придомовую территорию, но что поддержать статус самого передового и прогрессивного города планеты и барабанная дробь, не знаю. Но зато я знаю, что это решение далось в муках и влетело в городишке аж в 4 миллиона долларов. Но не на контейнеры, конечно, это лишь сумма, которую перечислила администрация города консалтинговой компании McKinsey. Для того, чтобы все провели всеобъемлющий анализ и подтвердили предположения мэра Адамса-реформатора, что кидать мусор в контейнеры лучше, чем раскидывать черные мешки везде, где есть свободное место, а если и нет, то вываливать прямо на дорогу. Но не кидайтесь с тряпками. Во-первых, исходя из заявлений самого мэра, это не простые контейнеры, а инновационные. У них есть колесики. Ну, как бы, да, колесики есть у всех, но у этих они более круглые и с арочками от грязи. Ну, чтобы когда везешь, все во все стороны не летело. Плюс там крышечка. Нет, крышечки у всех есть. Ну, конечно, на колесиках остановимся. Да и на технику обосновательной работы ушло почти два года, так что не смейте говорить, что выбор гадить на дорогу или выкинуть в мусорку – это легкая задачка. Зато на выходе пришел Адабрямс в виде нескольких десятков слайдов с картинками, но без них вообще никак, ибо администрации же нужно оценить проделанную работу. А вспоминая заявление из Чикаго про 80% рекрутов в полицию с пятью классами образования, надо было подстраховаться, и обоснование было в виде картинок, ну а-ля комикс с минимум букв. И да, мусорная революция состоялась, с чем нью-йоркцев и поздравляем. Там, правда, народ малость на измену присел, так как теперь бюджет попал на новые машины под эти контейнеры и остался без парковочных мест, так как городок этот был заложен 200 лет назад, с узкими улочками и без переулков, и где каждый сантиметр отдавался машинам, и где теперь четверть всего бордюрного пространства будет отдана под контейнеры. Ура! А тем временем в Евросоюзе знатно подгорает от Орбана. Точнее, статья называется «ЕС дымится от мошенника Орбана». Во! Ибо да как он смеет подрывать единство и гонять по миру, общаясь с разными личностями неправильными. Куда смотрит управдом или кто там старше у суверенных стран ЕС. А значит, негодников нужно покарать. И выглядит это как бойкот всех встреч, что организует Венгрия благодаря своему представительству. Ну, на предпоследние такое вот было всего семь стран из 27. Ну, и те, знаете, по классике приходили. Я только на минуточку посмотрю, куда это они пошли. Зато на последние были все, да еще и гостей позвали. Ну, так тема была веселая. Неправильная Венгрия и ее поведение. Где в течение двух часов все желающие могли взять слово и выразить свое фи. Собственно, чем и воспользовались все, кроме Словакии. Обеспечив представителю Венгрии прекрасное времяпрепровождение. Парень только глаза от помоев, что друзья и соратники на него лили вытирать и успевал. Но то, конечно, просто сотрясание воздуха. Хотя бойкоты, встреч и требования сложить в себя полномочия и звучит страшно. Но до финального аккорда в виде седьмой статьи Евросоюза еще дело не дошло. Пока не дошло. И речь о лишении Венгрии права голоса. Но все во имя демократии и фундамента Европейского Союза. Ну, помните это? Мы семья и решаем все вместе, чтобы соблюдать интересы каждой страны альянса. Хотя что будет дальше и интересно. С Грузией ведь тоже весело начиналось. Вы почти в ЕС, потом демократии нет, воровство детей есть. Никакого уважения и почитания к добрым господьям не усматривается. Затем персональные санкции, разрывы контрактов и вишенка на торте Мегабарриакт, что готовили с конца мая. И вот он на днях должен быть принят. Это американский законопроект приверженности Грузии евроинтеграции и патронажа США. Но чтобы грузины, не дай боже, не оступились. Исходя из этого документа, Америка брала на себя тяжелое бремя быть рядом и поддерживать Грузию в ее нелегком пути. А если дурковать вздумают и подчиняться откажутся, то санкциями партнеров и друзей в чувство привести. Санкции за отказ подчиняться. Но люби эти вот демократические формулировочки. Так что у Венгрии пока все еще более-менее. А в Германии на фоне некого кризиса и толп, что летят на биржу труда, нашли выход из положения. Ведь проблема не в том, что закрываются предприятия, а в том, что специалистов нет. Ну, даже не заморачивайтесь вопросом, как это так. Ну, собственно, так же, как и закрытие атомных электростанций и открытие угольных, но ради зеленого перехода и заботи о природе. Ну так вот, а раз специалистов нет, их нужно привлекать из других стран. Ну как? Ну, конечно же, налоговыми послаблениями. Так что всем мигрантам, простите, специалистам из других стран подарят налоговые скидки. Но все для роста экономики. И новые, и незаменимые первые три года будут платить намного меньше, чем сами немцы. Но то, конечно, не дискриминация, как подумали местные. А это другое. Пока просто объяснение, что именно другое не поступило. Так что верить на слово и восхищаться Хабиком, что синюю тему предложил, и боготворить Шольца. Притом делать это нужно тоже больше и усерднее, чем мигрантам, которым билет в новую жизнь и нарисовали. Отличного дня. Пока.